На 77 миллионов рублей пополнился бюджет города Сарова в прошлом году в результате приватизации муниципального имущества. Это почти на 5 миллионов больше, чем планировалось. На совместном заседании думских комитетов председатель КУМИ представила отчет о выполнении программы приватизации за 2019 год. 72 с лишним миллиона – это денежные средства от продажи. 115 тысяч рублей – это денежные средства по тем договорам, которые были заключены ранее и поступали в 2019 году. И 4 миллиона 249 тысяч – это денежные средства, полученные за счет погашения обязательств, приобретенного в рассрочку до 2019 года. В соответствии с прогнозом планом приватизации муниципального имущества, в прошлом году ушел с аукциона магазин «Заречная» за 44 миллиона. Магазин «Звездные» продали посредством публичного предложения за 27 миллионов рублей. За магазин «Сказка» и «Склад» выручили 7 миллионов рублей. Нежилое помещение по адресу улицы Ленина, дома 60, пять раз выставляли на торги, но они не состоялись, поэтому будут менять условия приватизации. Унитарное предприятие «Лифтремонт» утратило статус муниципального и преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. В этом году запланирована продажа гостиницы «Центральной» посредством аукциона. Начальная стоимость лота – 43 миллиона 300 тысяч рублей. Данный объект обременен договором безвозмездного пользования нежилым зданием от 22 января 2008 года. Заключен между Комитетом по управлению муниципальным имуществом и Федеральным ядерным центром. Этот момент и стал ключевым в обсуждении. Если гостиницу продадут, новый собственник сможет в одностороннем порядке расторгнуть договор. Поэтому руководство ядерного центра вышло с предложением перенести приватизацию гостиницы на следующий год. В этом году там планируют размещать делегации, которые будут прибывать в город на празднование 75-летия атомной отрасли. Если гостиница так нужна ядерному центру, почему он ее не купит? Рано или поздно гостиница все равно уйдет с молотка. Такая ситуация, что мы уже не прекращаем вести переговоры с Посквой. Но никак у нас нет подвижек каких-то, никаких проблем, потому что они все упираются на то, что это не профильное имущество. Депутаты рекомендовали проработать все пути решения проблемы и рассмотреть вопрос аренды гостиницы ядерным центром.